Это дело сегодня обещало прийти к финалу, если бы не рвение ответчиков, коммунальщиков от городской администрации и ЖУ-8. Кто-то из них должен ответить за лед на тротуаре. Инцидент произошел 11 ноября в 9-м поселке на улице Кирова. 80-летняя женщина поскользнулась и упала на спину. Единственный свидетель в суде, работник аптеки, утверждает, что пострадавшая лежала на расстоянии примерно полутора метров от дома. И в этом теперь главный вопрос дела. Ответственность за содержание тротуара поделена между ЖУ-8 и городской администрацией. ЖЭК обязан наводить порядок на дорожке шириной в 1 метр 15 сантиметров от фасада дома. Остальное содержать мэрия. От того, где поскользнулась пострадавшая, и зависит, кто виноват. Самое естественное заседание не явилось. При падении 80-летняя пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В виде морального ущерба потребовало 70 тысяч рублей. Из-за угрозы в 70 тысяч теперь бьются коммунальщики. Показания свидетеля о расстоянии в полтора метра не на руку городской администрации. Женщину они доводят до приступа в зале суда. Конкретно сказать, было бы это метр 29, метр 35, вы не можете. Представитель, вы не задавайте наводящие вопросы, но вот вы... Вы меня спрашиваете. Можно я уду? Все. В свою очередь, второй ответчик, управляющая компания, провела собственное расследование. Поскольку человек упал навзничь, то есть нужно учитывать еще от места падения и еще рост человека. То есть если бы она находилась в зоне обслуживания ЖО-1, то есть это метр 15 у нас получается, и упала навзничь, как говорит свидетель. То есть она ударилась бы либо об фасад дома, либо ее в принципе не было бы видно из окна нашему свидетелю. К слову, администрация не согласна и тем, что на улице было скользко. Да и моральный ущерб в 70 тысяч рублей считает завышенным. Белкина Лидия Терентьевна, она в своих показаниях, объяснениях, на следующий момент падения, полиция поясняла, что результат падения произошел в результате ее личной неосторожности. Сторонам конфликта еще предстоит заняться практической геометрией. Суд так и не пришел к конкретному выводу. И на 11 апреля назначено выездное заседание, некий судебный эксперимент. Редкий случай в гражданской процессуальной практике. Вычислять, где же все-таки упала пенсионерка, участники будут на месте. И при содействии независимого кадастрового инженера. На этом настояла администрация. Эксперимент покажет, чья скользкая дорожка. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.